До начала учебного года уже шариковой ручкой подать, а это значит встреча с одноклассниками, уроки и, конечно же, чтение. Однако книги остаются и после школы, занимая заслуженное место не только на полках, но и в наших умах. По подсчетам одной популярной поисковой системы, общее количество всех научных, художественных и публицистических книг, написанных за всю историю существования планеты, составляет около 130 миллионов экземпляров. Причем учитывались именно уникальные издания, а не их тиражи. Самой читаемой из этих миллионов стала Библия, после которой следует цитатник Мао Цзэдуна и серия книг о приключениях Гарри Поттера. Сегодня мы расскажем вам о книгах, загадочной истории которых значатся не только на страницах, но и происходят вокруг них. Открывает наш рейтинг книга Сойга. Мало какой письменный труд может сравниться своей таинственностью с этим трактатом о магии и паранормальном. По сей день в этой книге имеются фрагменты, которые ученые так и не смогли перевести. Легенды гласили, что книга была написана в Эдемском саду для Адама, а расшифровать тексты мог только Архангел Михаил. Трактат 16 века связывают с именем Джоя Ди, мыслителя Елизаветской эпохи, интересовавшегося оккультизмом. Ученый говорил, что владеет одной копией этой книги, и он стал буквально одержим разблокировкой ее секретов. Книга Сойга была потеряна, но в 1994 году в Англии были обнаружены две ее копии. Ни один из них не смог хотя бы частично расшифровать те таблицы, которыми так увлекался Ди. Пожалуй, самая знаменитая книга в сегодняшнем списке — «Пророчество Нострадамуса». Считается, что средневековый прорицатель описал на страницах своей книги важнейшие события в истории человечества. Это включает в себя и приход Гитлера к власти, огромнейший пожар в Лондоне, сброс первых атомных бомб и даже теракт 11 сентября. Существует, однако, мнение о том, что легендарная книга предсказаний написана не одним лишь Нострадамусом, а является своего рода сборником пророчеств. Совершенно точно одно — кто-то давным-давно решил донести до нас эти послания. Люди из века в век переписывали и перерисовывали тексты и картины, чтобы они не утратили своего значения и не были уничтожены временем. Возможно, что имя Нострадамуса неспроста появилось в реестре манускриптов римской библиотеки, чтобы придать рукописям больше шансов на выживание. Перелистываем нашу телевизионную страницу, чтобы узнать еще об одной таинственной книге. Захватывающие криптограммы Бейла В 1820 году в Вирджинии незнакомец Томас Бейл оставил на хранение в отеле коробку с важными документами. С того дня прошло 12 лет, спустя которые некий Роберт Моррис понял, что хозяин за ними больше не вернется. Открыв ящик, помимо расписок и писем, он обнаружил три листа с рядом цифр на них. На их расшифровку ушло несколько лет, а из сопроводительного письма следовало, что в 1817 году Бейл вместе со своим отрядом напал на золотоносную жилу. Добытые сокровища были надежно спрятаны, а в шифровках рассказывалось точное местоположение клада и его описание. В 1862 году престарелый Моррис передал листы одному своему молодому приятелю. Тот вскоре сумел расшифровать одну страницу, а ключом к этому оказалась Декларация Независимости. Исследователь, просто подбирая книги одна за другой, методом перебора пытался найти нужную. Расшифровать же первую, главную страницу, которая и повествовала о местонахождении клада, так и не удалось. В конечном счете шифр Бейла был опубликован для всеобщего доступа, дав возможность попытать людям счастье в поисках сокровищ. С тех пор, как криптограмма и сама история стали достоянием общественности, сотни охотников за сокровищами ринулись в значимую в листке местность. Но золото и драгоценности Бейла найти никому не удалось. Из всех самых странных и таинственных текстов, обнаруженных на протяжении сотни лет, наверное, самым известным является манускрипт Войнича. Эта книга создана неизвестным автором, на неизвестном языке. Каждый криптограф, пытавшийся расшифровать ее, остался неудел. Известно, что рукопись была создана в 15 веке. На тонком пергаменте некто написал 240 страниц текста с картинками. О книге есть множество теорий. В частности, считается, что она является сборником своего рода закодированных головоломок, что она написана еще не открытым языком, что ее следует читать под микроскопом и даже что она была написана в состоянии транса под божественным воздействием. Все это лишь теории, а более чем полувековое изучение книги ключа так и не дало. На страницах содержится множество рисунков, растений и астрономических диаграмм, биологических процессов и рецептов. Это дает мысль о том, что здесь содержатся инструкции о медицине и алхимии. Но и эта гипотеза ничем не доказана. И если классическая чтива уже не удивляет, мы уверены, что хотя бы одна из вышеназванных книг могла бы вас заинтересовать. Несколько веков им как-то удавалось быть таковыми для всего человечества.